Ребята, всем привет! С вами Наталья, Школа графического дизайна и иллюстрации. В данном плейлисте мы последовательно, шаг за шагом, изучаем программу Adobe Illustrator. Ссылка на весь плейлист в описании. Это видео «Дополнение к уроку по выравниванию и распределению объектов». Дополнение крайне важное, поэтому лучше записать его поздно, чем не записать никогда. Итак, мы имеем 4 отдельных объекта. При перемещении любого из них у нас появляются так называемые умные направляющие или быстрые направляющие, которые нам подсказывают относительное перемещение относительно других объектов. Ну, к примеру, вот этот мы выровняли по левому краю. Так мы перемещаемся и располагаем объект строго по центру круга желтого и так далее. Если по какой-то причине эти направляющие у вас не отображаются, их можно включить через меню «Просмотр». Вот они, быстрые направляющие, галочка обязательно должна стоять. Кстати говоря, конечно, подробный урок по ним есть. И еще привязку к пикселю лучше отключить, потому что как раз на размер пикселя программа будет ставить объекты нечетко. Я это сразу делаю. Можем перемещать и, например, поставить, вот видите, написано «Центр», и я ставлю голубой квадрат по центру желтого круга. Ну, тут еще порядок подошел. Но, на мой взгляд, так делать крайне неудобно. Поэтому мы, конечно, пользуемся командами выравнивания. Возьмем два объекта вместе. Для этого я щелкну по первому объекту, зажму «Shift» и щелкну по второму объекту. Сразу на панели появляется возможность их выравнивать. Пиктограммки подсказывают нам, что, например, вот эта клавиша – это выравнивание по левому краю, это по правому, это по верху. То же самое находится палитра «Выравнивание», вот такой значок. Если этой палитры у вас нет, находится меню «Окно». И вот среди прочих, это как раз список палитр, выравнивание, стоит галочка, вызывается «Shift» и «F7». Мы щелкаем соответствующую команду «Хочу, например, выровнять по вертикальной оси». Как вы заметили, программа переместила и один объект, и второй объект. То есть она просчитала некий центр, я не знаю, по каким математическим формулам она это проделывает, и переместила оба объекта, выровняв их по оси. Это, конечно, ребят, крайне неудобно. Я отменю действие Ctrl-Z, потому что нам часто очень нужно выравнивать один объект относительно другого, чтобы один перемещался, а второй оставался на месте. Как это делать? Выбраны оба объекта вместе, и я хочу, чтобы у меня перемещался круг относительно квадрата. Я щелкаю второй раз по голубому квадрату, у меня появляется вот такая большая толстая рамка. И сразу вот в этой палитре, видите, вкладка «Выравнивание по ключевому объекту». То есть относительно этого объекта будет перемещаться другой объект. Щелкаю по центру, и у меня переместился этот объект. Тоже относится и к нескольким объектам. Давайте я немножко их растащу, выделю все вместе. И, допустим, ключевым у нас объектом будет красный объект. Щелкаю второй раз, появляется вот эта толстая рамка. По ключевому объекту выравниваем, например, по этому центру. Этот стоит на месте, остальные все переместились, как мы хотели. Давайте еще Ctrl-Z отменю, ребят, действия. Проверим, как это будет работать, если мы будем работать с группами объектов. Выделю вот это вместе. И Ctrl-G сгруппирую. Итак, есть группа из двух объектов, и есть два разрозненных объекта. Давайте специально, чтобы они были криво-косо. Выделяю все вместе. Щелкаю, например, по группе. Она становится ключевой, и мы, допустим, выравниваем по низу. Все ускакало. Ctrl-Z отменю действия. И, например, ключевым будет у нас отдельный объект, желтый. И выравниваем, к примеру, по нему. Все работает относительно групп, относительно отдельных объектов. Друзья мои, вот такое важное дополнение. Я надеюсь, вы его оцените и поставите лайки. Не забывайте о том, что под видео ссылки на соцсети школы. Пожалуйста, подписывайтесь. А тех, кто заинтересован в быстром и качественном освоении программы Допиллюстратор, приглашаю на персональный курс обучения. Подробности также по ссылке в описании. Спасибо за внимание. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока.